Здравствуйте! Вечер субботы. Вы смотрите программу события. С вами Мариана Мирная. Все самые интересные новости за неделю в одном выпуске. Летающий «Медведь» стал более сильным и маневренным. С аэродрома авиационного завода отправился на боевое дежурство стратегический ракетоносец Ту-95МС. Место постоянной дислокации бомбардировщика – база дальней авиации в Энгельсе, Саратовской области. В Самаре он провел меньше трех месяцев, в течение которых проводились работы по реновации машины. Это именной самолет. Он носит название «Наукограда-Дубна». Он первый, который вернулся уже после того, как эти машины перестали производить. Летчики в разных странах мира прозвали Ту-95 «Медведем за боевую мощь» и «Грозный рев мотора». Уникальные, самые мощные турбовинтовые двигатели в истории авиации, но и самые шумные. Они тоже самарского производства. На «Авиакоре» провели капитальный ремонт самолета, установили дополнительное оборудование. Существенно усовершенствованы его боевые качества согласно новым требованиям Воздушно-космических сил России. Еще один такой же самолет находится в заводском цехе. Он прибыл на предприятие в октябре. До конца года заводчане должны сдать второй бомбардировщик и принять третий. Всего планируют переоборудовать не менее полутора десятков таких машин. Программа пока у нас не до конца утверждена, но до конца года мы должны сдать еще одну машину. В последующем будем смотреть, как будет подписан главный контракт с Министерством обороны. В Самаре назвали имя лучшего студента 2015 года. Им стал Валентин Бойцов из Ленинградской области. За это звание молодой человек боролся с тремя сотнями, таких же, как он, студентами умными и талантливыми. Пять незабываемых дней ребята провели в столице Поволжья. На закрытие большого праздника побывала Алина Чемерис. Студент города 2015 бойцов Валентин. Дрожь в коленках, волнение и ощущение, как будто все происходит во сне. То, что победил, сразу и не понял, делится Валентин Бойцов. Волонтер на Олимпиаде в Сочи, отличник, автор научных статей и начинающий спортсмен. Чтобы стать лучшим студентом страны, уверен, нужно проявить все свои таланты. Главный приз – грант в 200 тысяч рублей на обучение в любом вузе мира. Сейчас Валентин Бойцов учится на четвертом курсе Гатчинского института. Говорит, грант потратит на учебу в России. Это сон. Я не верю, что столько волнений, столько подготовки, столько эмоций. И этой награды заслуживает каждый. Но я благодарен жюри за то, что оно сделало выбор. И я – студент нашей страны. На пять дней Самара стала столицей российского студенчества. Сюда съехались около тысячи молодых и дерзких. Творческая личность, доброволец, спортсмен, лучшего выбирали в десяти номинациях. В числе финалистов – двое самарских студентов. В эти дни в областную столицу приехала и делегация из Сирии. Важность международного партнерства, отметил глава региона Николай Меркушкин. Они хотят быть с нами. Это говорит о том, что мы вместе точно мир сделаем таким, где можно творить, где можно радоваться, где можно проводить студенческие форумы и где можно быть уверенными, что завтрашний день каждого из вас будет успешным, будет интересным, жизнь будет ваша комфортной. Молодые везде, они определяют будущее. Нам как-то очень приятно было с ними и сидеть, обсуждать. Они очень образованные, очень умные, очень активные. Конечно, это дает всем спокойствие, что на будущее России все будет хорошо. В этом году на организацию студенческого форума из федерального бюджета выделили 11 миллионов рублей. Самара впервые принимала студентов со всей страны. Эксперты отметили, задачи справились на отлично. Алина Чемерс, Константин Головин, События. О погоде на этой неделе жители города говорили часто. Ну еще бы столько снега выпало. Ночной снегопад не побеспокоил самарские школы, а стал отличным поводом проверить, насколько хороши в деле новые снегоотбрасыватели, которые закупили еще летом. Андрей Трой не удержался и отправился испытывать технику. Дворник третьей школы Анатолий Тонконогов шутит. Впору загадывать желание. Ведь впервые чистит территорию школы новым снегоотбрасывателем. Техника поступила в учебное заведение города еще летом в рамках муниципальной программы. И вот, наконец, представился шанс испытать агрегат. Дворник нормальный, мощность побольше, чем у старой. Ну, удобнее, чем было с сносаром. Если ручки обогреваются. Новый снегоотбрасыватель еще и экономичнее. Топливо потребляет меньше, а за смену очищает значительно большую площадь. С обслуживанием тоже проблем возникнуть не должно. Техника на гарантии, производитель надежный. Но самое главное, снегоотбрасыватель прост по конструкции и при хорошем уходе прослужит долго. А с управлением справится кто угодно. В управлении эта штука проще, чем кофеварка у вас дома. Кнопка запуска, ручной стартер. Здесь убавляется. Два рычага и пошла уборочка. На уборку от снега спортивной площадки ушло не больше часа. Расчистка центральной площадки перед входом в школу заняла и того меньше. Мы, конечно, очень довольны тем, что она гораздо мощнее предыдущей скорости. И в эксплуатации очень удобно. И я думаю, что будет очень облегчена нашему дворнику задача с уборкой снега в дальнейшем. Тем более у нас спортивные объекты. Каток мы скоро зальем около школы. Оранжевый агрегат шутя расправляется с последствиями снегопадов. А заодно и детвору порадовал. Школьники с удовольствием приняли снежную ванну. Андрей Тройст, Танислав Левин. События. Здорово наблюдать, как дети резвятся и играют. Жить беззаботной жизнью во многом они могут благодаря участковым. Ведь участковый от слова участие. Эта служба отметила профессиональный праздник. Его учредил Министерство обороны 13 лет назад. В Самаре трудится больше 300 уполномоченных. И даже в свой праздник они на посту. Один день из жизни Самарского Анискина в репортаже Ларисы Шалафаст. Участковый. Его служба и опасна, и трудна. Рабочее утро участкового Владимира Самойлова начинается с обхода района. Нина Дмитриевна Военкова встречает полицейского как родного. Не раз обращалась к нему за помощью. Раньше муж баловался спиртным, устраивал дебоши. Служитель закона поговорил по душам. Помогло. Пить муж бросил. Михаил Сергеевич, ты сегодня ко мне приди в опорный пункт, отметишься. Я посмотрю, если у них Дмитриевны больше нет, вроде жалоб пока, да? Вот. Может быть тебя с учетом снимем. Теперь участковый здесь частый гость. К нему уже привык даже домашний кот Сёма. Покой в этой семье на контроле. С дочерью у нас не лады. Помогает. Он поговорил с ней тогда. Она пришла, плакала. Как ты самой спокойнее вроде. Поговоришь. Вы свою душу, вы. На страже общественного спокойствия Владимир Самойлов уже шесть лет. В его ведении целый микрорайон. Тринадцать многоэтажек промышленного района Самары. Это порядка шести тысяч человек. Каждый месяц в участковый пункт поступают десятки обращений. Украли телефон, поцарапали машину, вскрыли почтовый ящик, соседи шумят. Естественно, всем мы помогаем. Если не делаем, значит советом. Если это не наша компетенция, если решение данной проблемы относится не к нашей компетенции, то мы им подсказываем, куда им проще обратиться. Помогаем им оформить весь материал. Профессия участкового уполномоченного не самая легкая, признается Владимир Самойлов. За годы службы случалось разное. Бывало, приходилось и рисковать. Но о выборе профессии ни разу не пожалел. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Круговорот воды в природе обеспечивают уникальные микроорганизмы. Дети – тихоходки. Наш корреспондент Марин Матвейшина окунулась в экологическую тематику. Съездила на городские очистные канализационные сооружения. Там как раз модернизируют оборудование. Кто, а главное, как помогают очищать воду, смотрите в сюжете. Тихоходка в ожидании пополнения. На мониторе изображение, на которое выведено с микроскопа, отчетливо видно будущих малышей, простейших членистоногих. За ними наблюдают в лаборатории городских очистных канализационных сооружений. Эти микроорганизмы – главные ответственные за частоту стоков. Она в активном сейчас, в хорошем состоянии. Они показывают определенный состояние. Некоторые простейшие, они должны быть в большом количестве. А другие простейшие, которые есть, они должны быть в малом количестве. Мы сообщаем, добавляют либо кислород, либо активный юг. Еще добавляют в аэротенки именно. Биологический этап очистки воды происходит в аэротенках. Сюда с помощью специального оборудования наднетается постоянный кислород. И он помогает, грубо говоря, нагулять аппетит живым бактериям, которые должны съесть все продукты жизнедеятельности, которые находятся в воде. Тем самым они естественным образом, они с помощью каких-то химикатов очищают воду. А это и есть то самое специальное оборудование, которое насыщает кислородом воду. Сейчас его обновляют. Впервые за 40 лет реконструкция оборудования проходит во всех этапах очистки стоков. Но до того, как стоки попадут в емкости с живым илом, они проходят этапы механической очистки. Бытовые канализационные стоки со всего города стекаются в приемную камеру. Из нее они попадают в песколовки, где под действием центробежной силы удаляются крупные загрязнения. В канализацию люди умудряются смывать даже тюбики от шампуня и бутылки от йогуртов. Мелкие частицы оседают на дно в отстойниках, и только потом стоки попадают на обед микроорганизмом. Депутаты Гордумы знакомятся с процессом очистки канализационных стоков и оценивают работы по реконструкции оборудования очистных сооружений. Работы идут, работы идут полным ходом. Даже в зимний период строятся новые очистные сооружения. Поэтому мы думаем, что в экологическом плане мы можем быть спокойны. После того, как со стоками поработал живой ИЛ, воду обеззараживают и отправляют в Саратовское водохранилище. Но за качеством волжской воды продолжают следить. В лаборатории ежедневно исследуют пробы воды, взятые на километр ниже и на километр выше стока. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Не обошлось на этой неделе и без экологического чрезвычайного происшествия. Преступная обеспеченность произошла в Красноярском районе Самарской области. Неподалеку от поселка Водино водитель грузовика слил химические отходы прямо в придорожный овраг. Вылечить ядовитое озеро теперь предстоит экологам. Нарушителя задержали. Ведется следствие. Но, как говорится, осадок остался. Алина Чемерис побывала на месте ЧП. Это не долина гейзеров, а самарская обводная дорога. Уникальные кадры, снятые в первые минуты работ, спасатели передали нашей телекомпании. Кислотное озеро, которое образовалось здесь в ночь на 17 ноября, устранять начали с раннего утра. На первый взгляд кажется, что это снег. На самом деле известь. Ею засыпали кислоту, потратили около 40 тонн. Вон там еще остался участок с кислотой. Его только предстоит нейтрализовать. Возможно, опасные вещества есть и под снегом. В загрязнении окружающей среды обвиняют мужчину 43 лет. По данным следствия, водитель грузовика вез 20 тонн ядовитых отходов с одного из промышленных предприятий на полигон Вульяновск, где их должны были уничтожить. Как говорит нарушитель, по пути машина сломалась. Серную кислоту решил слить прямо у дороги. Но потерпел фиаско. Полицейские задержали его на месте. Оперативный дежурный направил туда ближайший экипаж дорожной патрульной службы. Прибывшие сотрудники полиции обследовали участок дороги. И обнаружили грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом цистерны. Из документов, которые мужчина предъявил полицейским, следовало, что в цистерне находилось порядка 20 тонн отработанной серной кислоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пока следствие решает, административное это нарушение или уголовное, экологи уже обработали большую часть зараженной местности. Сначала пропитанный химикатами грунт смешали с содой. Потом в ход пошла негашеная известь. Из-за газового облака, которое периодически перемещалось на дорогу, приходилось на время останавливать поток машин. Благо он небольшой. Здесь ездят в основном грузовики с мусором. Дорога ведет на свалку. Специалистам удалось существенно понизить класс экологической опасности. На этот раз, говорят, обошлось без серьезных последствий. Экологическая катастрофа это не назовешь. Здесь площадь заражения не более 100 квадратных метров. В водоемы это не попало. Очень оперативно среагировали все службы. Благо сейчас зима, поэтому вред минимальный, скажем так. До корней это не успеет добраться. Слава богу, в лес это не просочилось. Зато едкий запах химикатов дошел до ближайшего поселка Водино. Был сильный запах, да. Мы родные с этого приехали, с Кенеля. Там зерно привезли, говорят, у вас так пахнет газом, вот в водинку заезжать. Ну запах сильный был, да, конечно. Чем пахнул? Ну не знаю, каким-то таким специфическим, чем-то химическим таким. Работы по нейтрализации кислоты планируют закончить уже сегодня. Потом начнется так называемая рекультивация почвы. Зараженный слой снимут и вывезут на полигоны. Летом, обещают экологи. Здесь вновь зазеленеет трава. Алина Чемерис, Константин Головин, Станислав Левин. События. Генная инженерия металлов, клонирование свинца и олова – это не плод воображения научных фантастов, а ежедневная работа в Самарском государственном техническом университете. В лаборатории разрабатывают сплавы для ракетно-космической отрасли и еще дизайнерские вещицы. О тонкостях литийного дела смотрите в следующем сюжете. Вода камень режет. В специальный агрегат заливают десетилированную жидкость. Под высоким напряжением она превращается в плазму. Ионизированный газ – это четвертое состояние вещества. Такая установка позволяет быстро и с миллиметровой точностью разрезать любой металл. Да так, что не останется ни одной зазубринки. Сто лет назад для того, чтобы разрезать металл и как-то его обработать, менялись обычные инструменты, напильники, какие-то пилы. В данном случае уже применяются высокие технологии концентрированных потоков энергии, которые позволяют добиться более лучшего качества реза, высокой производительности. В литийном цехе технического университета студентов учат не только резать, но и плавить железо. Небольшая печка превращает плотный сплав в жидкость, которую заливают в форму. Сейчас мы расплавим свинец, осуществляем загрузку шехты, так скажем. То есть у меня есть небольшие такие образцы свинца. Загрузим их в печь, расплавим, потом зальем. Свинец имеет низкую температуру плавления, порядка 327 градусов Цельсия. Поэтому буквально 10-15 минут у нас будет готов расплав. Сплав должен быть легким и прочным, с уникальными эксплуатационными свойствами. Не ржаветь, не ломаться, обладать пластичностью. Именно такие составы разрабатывают на кафедре литейных технологий в Самарском государственном техническом университете. Многие годы факультет сотрудничает с крупнейшими заводами по направлениям автомобилестроения и ракетно-космического кластера. Мы называем технологией генной инженерии в сплавах. Мы управляем структурой. Надо мелкую. Мы можем обеспечить мелкую структуру. Надо крупную. За счет структуры. А знаете, мне неожиданно пришла мысль, чем бы я сравнил с клонированием. Мы управляем, мы генетикой занимаемся. Мы генами управляем в сплавах. Есть гены в жидком металле. И мы знаем, как ими управлять. Кроме высокотехнологичной работы, студенты занимаются художественным литьем. Из металлов можно сделать и бюст президента, и герб Самары. И, возможно, когда-то статуэтки тоже начнут делать из особо прочных сплавов, которые смогут отправиться в космос. Делать необычные вещи из, казалось бы, обычных вещей умеют и самарские школьники. Даже из никому не нужного мусора можно сделать что-то красивое и полезное, если приложить светлые головы. Больше трехсот идей использования пластиковых бутылок предложили ученики на конкурс «Школьная экологическая мозаика». Во что превращается мусор, если его правильно использовать, увидела Валерия Макарова. Это контейнер для сбора пластиковой тары. Таких по городу почти 500. Если в него выбросить обычную пластиковую бутылку, она обретет вторую жизнь. Сначала бутылки моют и измельчают. Так получается флекс. Из него после специальной переработки можно сделать внутреннюю обшивку машины, наполнитель для игрушек и не только. Можно еще изготовить из него нитки и из ниток даже шить одежду. Вот на такой вот свитер уходит примерно, ну скажем, 12-18 бутылок пластиковых. Ни внешне, ни на ощупь свитер из переработанного материала не отличается от обычного и сделан с заботой об окружающей среде. Экологичной модой вдохновились девятиклассницы 24-й школы. В их руках мусор превратился в коллекцию модных нарядов. Вот этот костюм у нас сделан из старой клеенки с катерти и упаковки для цветов. Следующий костюм у нас сделан из целлофана, то есть обычных мусорных пакетов, но мы их так хорошо преобразовали в платье. Их работу жюри отметила на конкурсе «Школьная экологическая мозаика», одна из задач которого – привлечь внимание молодежи к экологическим проблемам края. Что бы мы ни делали, какие бы мы бюджетные средства ни привлекали, чистили озера, речки, берега, проводили субботники, убирали свалки, и эти все мероприятия будут носить нулевой эффект, если мы не воспитаем наше подрастающее поколение. Участниками конкурса стали ученики почти всех самарских школ. Творческих работ пришло больше трехсот. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Такой мы увидели эту неделю. Помните, что политика в жизни не главное. Удачных вам выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова